Уху! Новинка на рынке. Вот что я искала и наконец-таки нашла. Вообще непонятная. Что за игрушка, ё-моё! Просто, просто пипец. Привет, мои хорошие, с вами Селена Срей. Сегодня у нас будут покупочки FixPrice. Ю-ху! И это видео непростое. Мы его снимаем вместе с Танечкой из Италии. Как вы знаете, у них уже карантин закончился, магазины открылись, много что открылось, и она первым делом побежала в FixPrice и купила много всего интересного. Совпадут ли наши покупки или нет, вы узнаете, если пройдёте по ссылочке внизу и посмотрите её видео. Она начинающий блогер, и ей будет очень приятно, если вы её поддержите. Мы с ней очень хорошо общаемся, не так давно познакомились, но оказалась очень приятная девушка, с которой мы поддерживаем близкое, тесное общение, даже несмотря на то, что она очень далеко. И я рада, что у них всё хорошо уже в Италии, и значит, что у нас тоже будет скоро всё хорошо. Ну а теперь поехали к покупочке. Вот такой большой пакет в FixPrice, много новиночек всяких разных. Ну и в конце нас ждёт сюрприз, расскажу потом. Итак, первое, что я взяла, смотрите, это вот такие антибактериал, губки для мытья посуды, антибактериальные, 55 рублей. И первое, что меня привлекло, это их вот такой вот цвет, а не какие-то бежевые, знаете. А я люблю всё новенькое, уже надоели эти губки разноцветные, да, красный, зелёный, жёлтый. Хочется чё-то новенькое, а тут, смотрите, такая губка, она такая пудрово-розово-бежевенькая вот здесь. Ну и здесь стандартная. И знаете, у неё самое то размер, потому что я один раз взяла большие, другой раз взяла маленькие, и мама тоже как-то мыла, говорит, одной вот так вот мышь, да, пальцами, а большие, они какие-то, ну, громоздкие. Вот я взяла, мама, если смотришь, нормальные взяла размер. И цвет симпатичный, они все одинаковые. И плюс ещё антибактериальный, 7 штук здесь внутри. Так, это из новиночек. Ещё я взяла сольку для ванны. Слушайте, я не знаю, она новинка или нет. Значит, это у нас крымская морская соль для ванны с ароматом розы, и там ещё была с ароматом лаванды. Но так как у меня лаванда, там я включаю в аромалампу нормально, да, то я решила с ароматом розы взять, тем более розы, наверное, более приятны. 1200 грамм. В общем, я думаю, что это даже не на 2 раза, а то у меня была вот такая вот закончилась уже соль. Написано, кстати, 100% натурал продукт. Была соль, и на 2 раза она буквально, там было 500 грамм, и было написано, что на ванну стакан. Вот я её на 2 раза разделила. Но вот это может даже на 4 раза. Я сейчас практикую лежание в ванне с солью, и соль на самом деле творит чудеса. У меня даже не так болит спина, как раньше. Вообще, моя астролог, мне очень много всего интересного подсказывает с организмом, да, и прям я вижу улучшения. Мне прям нравятся эти ритуалы. Полежать в ванне с солью, хотя я не люблю девочке лежать в ванне, но соль творит чудеса, и поэтому я 10-15 минут обязательно полежу с солью в ванне. Два раза в неделю я точно это делаю. Вот бывает чаще. Так, а взяла ещё, смотрите, печеньки. Мы недавно с Леной обсуждали, она говорит, ой, эти печеньки, там столько ешек. А у неё были другие печеньки, да, мы не помним, где взяла, и там ешек вообще не было. Я говорю, да нет в них ешек. И вот этот взяла и даже не смотрела. Просто я их очень-очень полюбила в тот раз, когда взяла в прошлый. Просто мы съели их там за 3 дня, я особенно. Знаете, бывает голодная, перекусить хочется, я прям беру жменю. И с таким кайфом ем это же меню, что я решила сразу 2 пачки взяла. Там уже одна открытая. Но здесь я почитала состав, и здесь, девочки, есть ешки. Но мы знаем, что не все ешки одинаково, одинаково вредны, да. Может быть просто то, что там в тех рыбках, крекерах написано полностью, да, а не как е, да. Лимонная кислота, это же тоже е какое-то. Ну, короче, вы поняли меня, да. Но надо просто расшифровать все эти е, может они не так вредны. Кто знает, напишите. Но вот эти печеньки мне очень-очень понравились. Поэтому я взяла 2 пачки, вот она одна здесь. Так, смотрите, вот такие вот взяла ножнички. Моя Любашка говорит, что вот Марк очень любит вырезать и так далее. Я взяла закругленные концы. Здесь какие-то интересные такие вот. Ну, мне чисто понравилось, знаете, как для моторики даже что-то. Такие мягкие какие-то эти колечки. Мне самой даже нравится что-то вот здесь делать, да. И, в общем, дам малому поврезать что-нибудь. Думаю, ему будет интересно, прикольно. Я не смотрела еще и не видела, как он вырезает. Я ему ножницы еще в руки не давала. В общем, вот такие. 55 рублей стоит. Так, дальше. Носки. Наконец-таки взяла. Только они единственное, что со снежинками. Но мне захотелось белые носочки. Я очень люблю носки из фикс прайса. И вот я взяла одни розовые, а все старые повыкидывала. Которые уже там закошлателись там или как-нибудь уже стрёмненько выглядят. У меня, получается, одни нормальные полноценные носки розовые. Я увидела белые. Думаю, пофиг, что они со снежинками. И тут с шишками, снегирем. Ассоциации со снегом. Но особо как бы не видно. Оно не бросается в глаза. Поэтому я взяла. 99 рублей. К сожалению, других вот носков там нет. Что-то сейчас фикс прайс с носками мудрит. Может, потому что, конечно, лето, да, и думают, зачем тёплые носки летом? Ну, я вот такая мельцелявая. Так. Вот офигенная покупочка. Офигенная покупочка. Просто. Это вот такие кружки. Уху. Эти кружки ещё больше, чем те кружки, которые мы покупали с вами в прошлый раз. Мне из них вот просто даже клёво. Пить водичку, ещё что-то. Знаете, бывают такие кружки, из которых просто тебе кайф чисто эстетически что-то делать. Эти кружки 400 миллилитров, то есть они больше идут, да. Они подходят для горячего, для холодного, стоят 77 рублей. Они выше. Они прекрасно тоже пойдут для латы. Я вообще не понимаю, зачем я брала специально. Ну, мне хотелось как в ресторане, да, как в кафе. Я в Икея взяла там 4, по-моему, стакана под латы. Специальных, понимаете? Они такие не особо удобные. Они какие-то и не очень большие, да. Я думаю, вот гости будут приходить, буду им давать. Да вот самое клёвое латы делать. Вот в таких кружках. Гостям давать вот в таких. Все старые кружки нафиг повыкидываю. Возьму ещё. Вот такие мне нравятся, вот такие хочу. Классно. Так, теперь у меня будут две такие кружки, две такие. Вот, а маленькие повыкидываю нафиг. Так, ещё я взяла, о, смотрите, бананы. Ароматизированные салфетки из вискозы. Бананы. Там ещё мята была. Впитывают влагу, притягивают пыль. Вот это вот супер. Положу на тумбочку, пусть притягивают пыль. Далят свежий аромат. Здесь 8 штук. Новинка на рынке. На рынке. Не в фикс прайсе, а на всём рынке. Давайте занюхаем. Ну, бананом бы я не сказала, что они пахнут. Мне кажется, они по размеру какие. А, ну вот такие вот. Не бананом, а. Какой-то химозой, но сладенькой. Ну, короче, знаете, это прикольнее даже, чем обычное. Не знаю, отдушки эти никак не влияют, там, на кашель и такое, знаете, аллергичность. Но прикольно. Я попробую. Пусть будет. Сколько стоит, сколько стоит, сколько стоит, сколько стоит? Набор салфеток Арома. Так, со скидкой... 50 рублей, наверное. Со скидкой 46.50 мне вышло. Так, ещё вот, что я искала и, наконец-таки, нашла. Это вот такие контейнеры. Кто видел мои влоги, может быть, вы видели, что я Деньке собирала все его игрушки. И очень много у нас... Вот и Денька. Кусай яблоко. Кусай яблоко. Не укусит яблоко, пока не спросит меня, а можно ли... Короче, очень много у нас разных конструкторов, которые разбросаны, коробки где-то подевались или ещё что-то. Я искала вот такие контейнеры. Они небольшие. Да? И с крышечкой. Чтобы можно было конструктор и все собрали. То есть, вот здесь один, там другой. Достаточно плотно закрывается. Ну, то есть, без усилий можно открыть, но при этом крышка не слетает быстро, да? Я отсылала 4 контейнера, потому что я не помню, сколько у нас наборов там. Но мне кажется, даже их хранить вот так намного интереснее. Стоят они, стоят они, ящик универсальный. Она мне посчитала, ящик универсальный 2 и ящик универсальный 2. По 2. 51 со скидкой получилось. Короче, она тут как-то странно посчитала. В общем-то, получается 55 рублей, по-моему, стоит. Вот. 55 рублей. Я соберу и здесь вставлю вам, как красивенько будет, да? Ну, мне кажется, это такой размер нормальный. Там есть еще побольше, есть огромные. У меня Лена, кстати, брала большой на колесиках. Ей очень понравился. И она говорит, надо будет еще взять. Очень удобно. Ну, я сторонник того, чтобы все-таки это, отчищать игрушки, а не собирать их, честно говоря. Потому что у нас очень много игрушек. Я их даже перебрала, кто видел. Их все равно много, все равно все разбрасывается. Я стараюсь все меньше и меньше мелкого чего-то брать. Вот, видите, у меня вот тут по пакетикам все. Сейчас я разберу и положу в контейнер. Вот так аккуратненько лежит теперь все. Сейчас еще найду набор. Вот у меня такие есть присоски. Мы их тоже, по-моему, брали в Экспрессе. И Денька их до сих пор очень любит. В ванне с ними тусоваться. Клеить их везде. И вот такой. Но этот не особо ему нравится наборчик. Но все равно. Все. Красота. Красота. О! Лепота! О! Так, ну и напоследок сюрприз. Что это там катается? Лежала я на кровати. Денька вытаскивает это из пакета. Мама, мама, открой. Я говорю, ну ладно, раз так хочешь, заняться нечем, давай открою. Обычно я ничего не открывала, пока не сниму. А, давайте почитаем. Что это такое? Забавные шарики. Я читаю, 199 рублей стоит. А поднимайте ручку вверх-вниз, пока шарик не надуется. Надувные фигурки станут участниками веселых сюжетных игр. В наборе, внимание, в наборе есть все необходимое, чтобы собрать причудливую фигурку. А причудливые фигурки это вот типа того. Такие вот причудливые фигурки, какие-то шарики должны быть там внутри. И вот они склеиваются, эти шарики между собой. Открываю я своему малышу, вот такая коробка, открываю. Думаю, ой, какая интересная конструкция. Начинаю читать. И там написано, возьмите шарик, откройте, да? Откройте. Вот я открываю. Я и шарик услышала. Шарик. Шарик. Я просто рассказываю, как тут это. Опять на обманывание. На обманывание произошло. Короче, все я читаю, все изучаю. Нету шарика в комплекте. Ни одного. Хотя он должен быть один. Хотя бы. Хотя бы один. А там их должен быть целый набор, чтобы игрушку собрать. Вы понимаете? Вот и все, что было в наборе. Честно, вот у меня до этого, вы помните, да? Где написано? Два пакета вакуумных насос в подарок. Где два пакета? Был один пакет. Я не стала разбираться. Но вот это вот, это уже слишком, понимаете? Вы берете набор. И что мне вот с этим делать? Нахрена оно мне нужно? Там есть специальные какие-то шарики, которые надувать. Они маленькие. 199 рублей. Но это пипец, вы знаете. И я сейчас собираюсь выйти из дома и пойти к ним туда. И сказать, что это хоро. И открыть еще наборы. Если там все-таки шарики, нет. Если они где-то внутри, просто не хочу ломать эту все конструкцию. То, блин, ну надо было написать. Но нигде не написано. Нигде не написано. Коробка была заклеенная скотчем с одной стороны и с другой. Короче. Мы сейчас собираемся с Денькой и едем в магазин. Я вам здесь вставлю, как разрешилась эта ситуация. Я пойду... Да? Да. Скажи, ну-ну-ну, ё-моё. Моё-моё. Вот. И, короче говоря, мне эта ситуация вообще не нравится, тенденция. И мне кажется, что нормально, что в фикс-прайсе открывают постоянно коробки и все смотрят. Вот с таким подходом так нужно и делать. Либо это недобросовестные люди. Хотя, это если уж они открыли, то они взяли, что им надо. Но уже не заклеивают обратно, понимаете. Стоять, ковырять аккуратненько как-то там. Нет, заклеенная была коробка. Это либо там внутри кто-то собирает, либо невнимательные были. Либо что, зачем, я вообще не понимаю. Меня это бесит, честно говоря. Напрягает, что я должна ехать специально для того, чтобы решить этот вопрос. Ожидание, когда ты покупаешь, приходишь. И реальность. Что смотришь... Что ты смотришь и ничего не можешь сделать с этой игрушкой. Короче, бесит. Вот. Контейнеры радуют. В общем, оставайтесь. Я вставлю сюда еще, как мы разрешили эту проблему. Что нам сказали в фикс-прайсе. И дадут ли, поменят ли нам набор на нормальный с шариками. Или во всех наборах шариков нет. Фух, крошки. Я тут приоделась снова, как была, да. Поменяли. Мне. Да, я прям зашла, говорю, девушка, у нас здесь нет шариков. Должны быть шарики. Она говорит, ну возьмите, подите другой. То есть без проблем. Такое ощущение, что это не первая ситуация такая была. Я такая захожу, сразу открываю, там охранник на меня такой смотрит. Я говорю, я спросила у девушки на кассе. Короче, открываю вот так. Они же запечатанные все. И сразу вижу, что здесь находится пакетик вот такой вот. Вот с такими шариками какими-то маленькими. Всякими штучками. Непонятными. Короче, я взяла. И теперь хочу скорее показать вам. Блин. Я чувствовала, что... Я чувствовала, что нужно было просто пакет взять из этой коробки. А котенка того оставить. Потому что он вот здесь, короче, протерся. Видите? Как будто его уронили. Или прожгли. Вот. И здесь какие-то пятна. Ну ладно, это уже момент не принципиальный. Главное, девочки, чтобы работала, да. Но я чувствовала. Я выходила такая, думаю еще. Блин, надо было взять пакетик просто. Я же... А вдруг там, думаю, какой-то вот этот прибор котенок не очень хороший. Так, какие-то вообще непонятные... Что это? Слушайте, это что-то непонятное. Смотрите. Тут какие-то даже не шарики, а просто какие-то гелевые непонятные штуки. Типа ножки. Они должны надуться, что ли, или что? Вот что это такое? Непонятно. Что это вообще такое? Вот такое, смотрите. Что это такое? Сейчас будем пробовать. На картинке нарисовано, что нам нужно вставить куда-то, куда-то, куда-то под пресс. Нам нужно под пресс. Уже сложил. Дэн, нам нужно вот так, смотри. Дай мне что-нибудь. Вот, например, вот это. Типа под пресс вот так вот, да? Сложи. А как это, блин? Сложи туда, положи. А, это не надувается. Надувается только вот это, наверное. Вот. Берем, короче, вот такую пипетку. Вот она. Вот такую. Вставляем ее вот так. Так, сейчас, Дэн, смотри. Вставляем ее вот так. Вот, смотрите. Вот так ее вставляем. Теперь вот так закрываем. Ключ вставляем, точнее. Теперь это сюда. Так. Видно вам? И качаем. Блин, еще надо разобраться с этой херней. Я, короче, долго буду разбираться, мне кажется. Я по часовой стрелке просто не прокрутила. А теперь, смотрите, я сейчас начала, и оно прям заработало. Оно надувается. Только как-то криво. Блин, ну тут написано, что он прям на всю... Ё-моё. Че-то лопнуло. Че-то лопнуло. А почему тут сфера какая-то поднятая? А у меня нет. Тут типа шарик поднимается, и сфера такая поднимается с ним вместе. Это фигня. У меня он лопнул от чего-то. Я не понимаю. Что за игрушка, ё-моё? Моё-моё. Ё-моё-моё. Короче, у меня, по-моему, наверное, лопнул, теперь не работает. Давай еще раз. Давай другое попробуем. Этот мама, по-моему, сломала, порвала. Да, он лопнул. Ну-ка, давай другое. И хоть один шарик надую. Какой-то ужас. Эти игрушки. Что тут за смысл? Я вообще... Олень. Ну, я олень. Типа, наверное, надо сначала вот это засунуть. Ну, блин, ну опять! Да не, я его лопнула вообще нафиг. Какая-то фигня. Тут написано ключик поставить. А здесь нарисовано, что уже он поднят. И как он поднимется, если там ключик, ё-моё, стоит? О! Пошла! Но он надулся! Он надулся хотя бы чуть-чуть. Слушай, подожди, а вот эти, Дэнь? А эти всё. А это просто приставлять туда нужно было. Они типа лепятся друг к другу. Поняли? Этот шарик надо было мне надуть и к нему приставить вот эти ножки. Вот эти ножки, типа. Короче, полная фигня просто. Ерундистика полнейшая. Всё, мои хорошие. Вот такие вот покупочки были сделаны в фикс-прайсе. Вот это, конечно, ну просто, просто пипец. Иногда реально что-нибудь такое сделают, что хоть стой, хоть падай. Я не смогла надуть этот шарик. Напишите в комментариях, кстати, у кого получилось надуть и у кого реально получились такие прикольные зверюшки, да? Может быть, мы кого-то убережём от покупки, потому что 199 рублей, ну просто. И куда сейчас? Запасных шариков нет, только два. Вот эти вот непонятные ножки-ручки, мне кажется, честно говоря, не очень хорошо держатся. Поэтому это реально только, ну как бы, выкинуть. Я уже собираю новый пакет для видео, то, что я выкидываю в фикс-прайсе снова. Всё, мои хорошие, я надеюсь, моё видео понравилось и реально было полезным. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. С вас подписка, лайк и проходите по ссылочке, смотрите видео Тани. Посмотрим, что она интересного нам подготовила. Пока-пока! Иди, обними, мама. Какую маму тебе игрушку купила? О-о-о, обними, поцелуй. Скажи, мама, спасибо. Мама, спасибо. Да, я у тебя такая. Такие игрушки тебе замечательные покупаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...